Всем доброго дня, мои хорошие, с вами Си и Лена, с вами мы начинаем новый влог. Сейчас я уже так подготовилась видео, пойду снять для вас и готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. Сегодня же уже приезжает свекровь моя, вот, она у нас останется погостить, проведет время с Денечкой, погуляем, в общем, что-нибудь придумаем. Сейчас в голове у меня, я думаю, как лучше разместиться нам, чтобы было ей комфортно, чтобы у нее, ну, как-то своя комната была, в которой она, если что, потому что, знаете, дети, шум, все дела, взрослый человек захочется отдохнуть, уединиться. Я даже сама такая, что, когда приезжаю в гости, хочется, чтобы отдельную комнату выделили по возможности, потому что бывает просто устаешь, ну, как бы не свой дом, да, и хочется просто спрятаться на какое-то время и просто побыть сам собой, чтобы тебя никто не мучил, и, соответственно, чтобы спала и никто не беспокоил. Вот, и я думаю, как лучше сделать нам в детской с Денькой быть, а ей спальню отдать, или наоборот, ее в детской оставить, а мы в спальне. Наверное, лучше мы будем в детской, а ее в свою спальню. Вот, наверное, так. Еще в гости должна прийти мама познакомиться со свекровью, и брат хочет познакомиться, вот. Короче, тоже готовим на послезавтра, то есть сегодня они приедут, завтра будут целый день, и мы вот хотим сделать ужин какой-то дома, то есть у нас какой-то праздник, мини-праздник будет, встреча родственников, можно так сказать. Вот, сейчас я иду, короче, снимаю видео, еще сегодня буду убираться. Представляете, сколько всего мне надо убрать, чтобы более-менее встретить прилично родню. Так что пошла. Настя в гости пришла. Ну, дай Насте бантика, дай Насте бантика, пусть подержит. Нет. Ну, ты еще поиграешь. Настя в гости пришла, смотрите. Я хочу попить. Знакомиться. Скажи добрый, да? Да. Милка-злюка у нас такая, ее не возьмешь, шипит, царапается. Этот сидит смиренно. Какой хороший. Посмотри, какой тяжеленький. Это кончик, да? Да. На вашего похож? Нет. Нет? Детки ушли гулять. Виталя там приехал, короче, гулять. Смотри, у него... Что с глазами? Что с глазами? И у одной, и у второго. Какие-то прибалдежные. Вы что, прибалдехи? В общем, сняла одно видео пока. Сейчас готовлюсь ко второму, немного подустала. Ребятишки со всех сторон вот это вот напали. В прошлом влоге, кстати... А, сейчас комментарии, да, уже прокомментирую комментарии, которые под прошлым влогом. Так, один из комментариев, почему я бантика называю барбосом, что за собачья кличка. Девчонки, на самом деле, этот кот, это реально вот кот-собака, знаете. Вот как про Ариндалова говорят, да, что они такие кот-собаки. Ну, у них такое поведение какое-то. Короче, он, на самом деле, кот, он классный, да, такой мягкий, но он, на самом деле, характерный и наглый тоже. И когда вот он наглеет, порой, знаете, тоже и на стол может запрыгнуть, и попрошайка великий. У меня, блин, мелко вообще не попрошайка по сравнению с ним, а он попрошайка. Стоит холодильник открыть, он тут как тут, кости грызет. Вот некоторые кости давали там ему, да. Ну, я стараюсь ему еду не давать вот со стола, но он попрошайничает. И хочется вот так вот его прям барбосом назвать, да. Вот он ходит прям как босс-барбос по квартире. Освоился конкретно. Вот, поэтому вот хочется его назвать не бантик, потому что он какой-то не бантик. Это он для Дэньки, бантик-бантик. А на самом деле он такой барбосина, такой барбосина, он же барбосина такая наглая, взгляд его наглый. Он у барбоси, да барбоси, да хочет его назвать барбоси. Короче, он такой, знаете, матерый уличный кот. Все такие когти, слушай, и ты ими не царапаешься. Вот ты молодец в этом смысле, он не царапается. Но вообще, когатульки я бы тебе подстригла, барбосина. Короче, он у меня барбосина. Заказала, кстати, такую чесалку для них. Он немножко, ну как бы лезет, да, посильнее, чем моя милка. Вот этот момент я, конечно, не учла. Но куда тердеваться уже, барбосина? Будем бы чесывать твои шерстя. Ты что, на маму нападаешь? Наглеешь уже? Еще больше? Кто бы на маму нападает? Кто бы на маму нападает? Вот такая барбосина. Вот как по-другому, как его бантиком назвать? Барбосина, блин. Хинечка, ты смотри на него. Клака вытащил. У него, кстати, уже... Он покушал пока нормальной еды. Мне кажется, у него уже более гладкая шерсть стала. Я уже говорила, да? Запах сорта другой. Ну, он изменился, вкусненький. Теперь вкусненько пахнет. Лапочка. Вот, видите, шерстя от него лезет все. От Милки такого нет, конечно. На улице сейчас немного пасмурно. Вот. Но, в принципе, тепло. Сейчас мне надо выйти по делам ненадолго. И спущусь к ребятам заодно. Дали мне возможность снять один видосик хотя бы. У меня огромная коробка. Сейчас пришла посылочка с шеей. Я прям вообще в восторге. Я сейчас смотрю, большая коробка. Думаю, от кого, от кого. Открыла коробку, просто заглядываю. Там огромная, просто огромная, тяжелая коробка с шеей. Я уже опять забыла, что я там у нас заказала. Но сверху уже видела, там, по-моему, куртка. Которую ей вот прям мне нравится. Короче, там с шеей всегда хорошие шмотки. Поэтому я всегда радуюсь. Это для меня праздник, распаковка этой посылки. Поэтому скоро на втором канале уже будет. Так, все. Я сейчас тогда одеваюсь. Сделаю небольшой перерыв. Потому что, когда снимаешь, мозг вот так что-то концентрируется. Потом все это пока распихиваешь по местам. Пойду прогуляюсь, сделаю дела. И вернусь, сниму это видео. Проверяем машину сзади. Вес, как тебе тут сидится? Тесновато, но маловато. Тесновато, но... Не, у тебя... Смотри, слушай, выемка там для тебя как раз. Для моей головы специально. Там, если что, я вижу там через люк, что там впереди. Ну, побольше, чем финики, да, говоришь? Да. А тебе как, Настень? Ну, мне нормально, но... Ну, да, нормально. Чутко под метр девяносто ее шили. У тебя метр девяносто? Мне кажется, тебе два. И дорогу... Метр девяносто, да. И я дорогу вижу, посередине сижу. Хватает здесь вот мониторчиков, да, Настень? Мультик с мультиками. Мониторчиков не хватает? Да, 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 точно. Мы посмотрим. Может быть, и сделаем как-нибудь. Кстати, многие писали в комментариях и угадали машину, что это рейнджеровер спорт. Похоже. Я думаю, как это похоже? Нигде все позакрывало, позамылило. И кто-то написал. Мне такое ощущение, что этот комментарий написал человек, который просто знает, что это рейнджеровер спорт. И Али такая же тачка, да. Сегодня у нас дождик. Но да, это рейнджеровер. Годили пока по делам, подняли, все, напали. Ой, ну все, напали на бантика. Смотрите, сколько шерсти, видишь, надо его это чистить. Я специальную перчатку купила. От него шерсть вообще летит. Маленькие такие. Не кайф. Маленькие такие. Они такие хорошенькие. Все такое мило такое. А мама любит. Милку. Милку, ну малочка, маду-гудочка, моя кошечка. Моя любимая девочка. Вот моя кошка, моя родная. Это моя родная, да? Моя. Моя родная. Скажи, не надо меня детям обнимать. И не надо. Мне покой нужно. Мы проснулись и кормим наших котят. Да? И бантика кормим. И милочку кормим. Ну все, пусть кушают. С утра заказала доставку, девочки. Смотрите. Маленькая что-то заказала. Заказала, я не знаю, кто пробовал. А, это вообще не пельмени. Быстро и легко. С уткой. Гойза, с уткой. А, я думала, это пельмени с уткой. А это не пельмени. Это какие-то другие штучки. Ну смотрите, как готовятся быстро. Короче, решила попробовать. А здесь у меня пельмешки. Короче, я заставку заказывала, поэтому неудобно. Вот искала что-то маленькое. Ну, как бы для детей наверняка делают вкусные. Вот такие они получаются. Я ем. Я ем крошки. В плошки. В общем, попробуем. Заказала сметанку. Вот такая вот хорошая. Мне нравится. 15%. Ну, это к пельмешкам. Вот 20% для меня уже она такая жирноватая. Вот 15% прям самое то по жидкости. Колбаску свою любимую взяла. Гостовскую. Еще взяла краковскую. Должна быть хорошая. Каневская. Краковская. Бананчики, деньки, тосты буду готовить. У меня прикольная штучка такая есть. Деньки буду прикольные тосты готовить. Кстати, сыр закончился. А, нет, сыр есть еще. Свекровь привезла. Так, здесь у нас сок, молоко у них, к сожалению, не было. Я хотела 5 литров такого взять. У них одно последнее осталось. Давайте по пол-литра, еще два. Ну, и все. Тут кола почему-то маленькая. Я не посмотрела на литраж. Без сахара и без калорий. Блин, я думала, я обычную заказывала. Ну, ладно, без сахара тоже хорошо. Ну, и соки. Смотри, какой красивый омлетик, мама приготовила. Давай кусочек. Вот так. И я буду. Вот так. Вкусно. Бабушка, да я ничего привезла, интересно. Ой, аккуратненько. Давай вот здесь вот, а то будет сейчас на пол все. Давай. Ковыряй. Тихо, держи двумя руками. Так. А вот так еще ковырять можно. В общем, Денька достает. Что там будет внутри. Да? Надо достать. Теперь ковыряй. Ковыряй. Прям ковыряй. Не надо стучать. Ковыряй. Тебе стучать нравится больше, да? Это не песок, это мел. Бери вот эту штучку и ковыряй. Вот так, смотри. Вот так прям ковыряй. Это внутрь. Вот так. Ковыряй. Там внутри яйцо будет. Только допетрило, как лучше это все расколоть. Становим вот эту штучку сюда. Какую? Вот эту. И вот так бьем. И все, раскололось сразу. Там же специально вот это из кирка и молоток. А да, а я же ковыряю, ковыряю. День, смотри, яйцо внутри вот такое. И что там внутри? Открывай. Ты откроешь? Да. Что не открываешь? Пока туда заберешь, все. Открывай скорее. Давай посмотрим, что там. Ух ты. Дракончик. Я хочу сюрприз. Дракушка? Я хочу сюрприз. А это тебе что, не сюрприз? Дракончик, а это песочек. Посмотри, в каком слое. Ой, а песочек, это умный песок, типа, да? Она мне... Песок. Пкусила? Нет, она так за кухту как-то. А, да. А это что, покажи? А это живой песок, вот. Песочек живой. Смотри. Ну, его маловато. Да. Ну, а ты уже вместе с гипсом его перемешал. Бабуля с подарками приехала. Смотрите, какого Бэтмена подарила Деньке. У которого глаза вот так вот светятся. Рюкзачок новый у нас теперь будет. Такой вот классный. Вот машинки. Рэндж Ровер, конечно же, такой, как у нас. Такой у нас чёрный. А это серебристый. Моделька такая. Вот такой вот ещё. Мерседес. Привезли. Так, игрушку мы раскопали. Там у нас был вот такой дракончик. Вместе с Денькой копали. В общем, свекровь приехала. Свекровь встретили. Сейчас, кстати, я уезжаю в МРЭО ставить машину на учёт. А она остаётся с Денечкой. Будут развлекаться. Пока нас не будет. Вот. А потом приедет брат, приедет мама. Ну, брат с невесткой. Мама приедет. Будем знакомиться. Всё. Сейчас села в машинку. Денька с бабушкой остался. Сейчас возьму Виталика. Он со мной проедется до МРЭО. Потому что как-то непривычно немножечко. Машина большая. Там припарковаться. Ну, короче, поддержка нужна такая. Вот. И потом, короче, заберу всех. И маму, и брата с невесткой к нам в гости. Вот моя машинка сдалека. Чтоб вы видели. Вот мой Браза, который помогает мне вечно. Вечная помощь. Моральная, физическая. Всё. Идём, короче, брать номерки. Я посмотрю, насколько быстро всё это дело будет. Я надеюсь, что быстро всё сделают. Потому что я записалась через госуслуги. Единственный вариант, что я не понимаю, это заявление. Там написано, что я должна быть с заявлением. Но никакого заявления мне не предлагали распечатывать. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас надо прийти, нажать номерочек там. Сейчас покажу. Непонятная система и нигде не предупреждается. Взяла сейчас талон, так и сидим с братом ждём. Думаю, дай спрошу за заявление. Подхожу, он мне говорит вообще, идите на осмотр. Сначала машину надо осмотреть. Возьмите там бланк, заполните его. А только потом сюда, к назначенному времени. А до назначенного времени уже 10 минут остаётся. Представляете, вот если бы я не подошла, не спросила. Мы бы вот так до двух сидели. И потом бы он сказал, идите вот это всё делайте. Чё всё так не по-русски организовано? Короче говоря, получили мы номера. Всё, девочки, непросто. Сразу вам скажу. Мы уже начали людям даже там подсказывать. Можно эти объяснить заранее, то всё быстро. Да, я вам объясню заранее сейчас. Открывай тачку. А то у меня без ключей не открывается. Ключи рядышком. Отжал ключи, брат. Катался тут вокруг гэй. Держи. Это. Смысл в чём, короче. Там на терминал, когда подходишь, там написано возле терминала, что сначала машину на метасмотр отправьте, да. И только потом берите талончик. Мы, конечно же, не читаем все наклейки, которые где-то там стоят, висят. Короче говоря, естественно, я пришла без 15,2. Взяла этот талончик. И сели мы такие сбразы. Сидим, короче. Я думаю, дай я узнаю в этом, в окошке, что вообще делать надо. И оказывается, что нужно было это, идти на осмотр. Ну, мы побежали на осмотр, пока очередь там то-сё. И в итоге мы уже в 10 минут, в 10 минут третьего пришли. И всё, короче, нам говорят, ваш талончик прошёл, до свидания, представляете. И всё, и не приняли. Вот. Ну, нас реально отправили. Но мы вообще, походу, не в то окно. Я такая смотрю, не в то окно. Мы пошли, мы решили, конечно, вопрос, да. Там, это хорошо, что можно это всё дело решить. Особенно, когда есть знакомые. Вот. Но сам факт, что мы пока сидели, ждали. Я видела, что были девочки, которые тоже его так же пропустили. И не один человек. И им сказали, типа, посидите, мы сделаем. А в моё положение не вошли. И когда я просила, говорю, можете, там, ребёнок, там, у меня ждёт. Тра-ля-ля, там, с бабушкой оставила. Как бы я не могу кататься целый день. Но я не знала. Мне вышли, показали. Смотрите, вот, написано. А вы вот не увидели, не читали. Так что теперь всё, идите домой. Вот. Но я так просто не сдаюсь, поэтому я добилась своего. Так, ну всё. Мы всё сделали, бразы, номера прекратил. Теперь я такая вся обновлённая. Тра-ля-ля. Спасибо, бразы. Вот, как чувствовала, что без тебя дело не пойдёт. Да. Просто всё сложилось так, чтобы я поехала сегодня именно с братом. И именно он решил самый главный вопрос. Ну что, вот и мамулечку забрала. Hello всем. Едем к свекрови сейчас. Сейчас бразы что-то там доделает с номерами. Что-то там болтик какой-то отвалился. А я, девочки, ничего не снимаю. Так что вы не спрашивайте у меня на канале, почему я вот ничего не снимала. Вот не снимаю сейчас ничего. Всё. Я просто понял, откуда болтик. А, ты понял, откуда болтик? Угу. Хорошо. Всё прикрепил, ничего не творится? Отлично. Готова к знакомству там? Конечно. Мы всегда готовим. Ну да, без проблем. Та-да-дам! Смотрите, сколько роллов мы заказали. На толпу у меня гости. Я вам их не покажу, конечно, но знайте, что я не просто так редко выпускаю видео. У меня гости. Вы смотрите, как много. У меня очень много гостей сегодня. Всем доброе утро. Мы проснулись, хорошо поспали всем. Денька немножечко у меня простыл, поэтому в садик он не ходит. Вот. Но так удобно, когда свекровь рядом. Моя свекровь. Хорошо, хорошо. В розовеньком. Видите, у нас любимый цвет розовый. Вот. Короче, я говорю... Немножко подёрстый. Ну, это пустое морейки. Обрезали вот. Хорошие штанины. Обрезали и решили, что это сижарка. Яркий. Яркий лук домашний. Вот. Денька, кстати, отлично. Да, по-моему? Отлично. Очень хорошо. Пошёл уже, сидит с ней. Вот вчера уже ездила по делам пока в МРЭО. Свекровь оставалась у меня с Денькой. Прекрасно тут ладили. Вообще. Не нервничала, не плакала. Всё, короче, прикольно. Вот. Я прям чувствую, как это... Чуть-чуть это освободилось. Прям вот я встаю утром, занимаюсь своими делами, а свекровь тут что-то там варит. Да, варит, готовит. Какие возле эти свекрови, да? Да, классно вообще. Вот. Сегодня... Чё сегодня? Сегодня надо... Сегодня ещё не знаю, чё. Ещё не проснулись. Пьём кофе, короче. Деньку накормили уже. В общем... Батарейки где? Расскажи, бабушка, где у тебя батарейки? Где мы убили батарейки? Батарейки ему. Батарейки вот там в этой штучке. Это что? Блестящая, которая. Вот там... Рубочка вот эта? Да, да. Там могут быть батарейки внизу. Я сейчас там... День, ты вообще вытащила туда батарейки, дорогой мой? Так, подожди, а тут сейчас... Наполовину сломал уже эту штуку. А теперь ищет батарейки снова. Одна? Стой. Так, всё, нормально. Вот, смотри. Вот эти батарейки, вот эти? Да, большие батареи. Вот, а тут только одна. Вот ещё нашла я одну. Вот ещё одну. Да, вот они. А, ну можно такие, да, кстати. На, вот эти, на, держи вот это и вот это. Для чего тебе батарейки, что будем с ними делать, Денечка? Денечка, что будем с ними делать, расскажи мне? На. Решают вопросы там. Ой, уже потерял где-то крышку. Это мультиварка. Ой, это курица у нас. Какая мультиварка? Это же мультиварка, День? Написано, в коробке была мультиварка. В общем, такое утро. Денька придумал массаж мультиваркой. Покажи, покажи. А, покажи. Крутиная курица. Что ты делаешь, Зай? Вот так вот. А себе давай. А давай я тебе сделаю на животик, давай. Давай, массаж, да? Массаж. Вот так. Завыпала. Такой грязнули мульку. Такой мульку, грязнули мульку. Все, Деня с бабушкой идут гулять. Чуть-чуть. На площадочку. Давай сюда ножку, День. Пойдем, сейчас подросаем. Давай. Покатаемся с горки, Денечка, да? Покатаемся с горки. Давай, я тебе помогу. Вставай, давай. Вставай, я тебе помогу. День, давай, одевай кроссовки. Будешь потом светиться ходить. Давай. Мы сейчас с тобой ногу. Давай. Обезьянка, рука. Только стой, пожалуйста. Не завали бабушку. Давай. День повторю. Мусор валяется. Нитки мои. Как они оказываются все время на полу или где-то, я не знаю. Чуть-чуть пристегну, чтобы у тебя с плеч сваливается. Если прям вот жарко будет вам комфортно, прям можете снимать, чтобы не запарился. Все, открывай. Лопатка смотри. А кепку? Давай кепку оденем, чтобы солнышко не припекало. На. Жопка. Жопка. Я не закрывала, по-моему. Да. А, не, ты с бабушкой идешь. Мы сами вынесем. Ага. Мы ушли. Давайте. Пока. Ага. Вот так вот хорошо у меня сейчас. Со свекровью. Так. То есть мне надо сосредоточиться, что делать. Вообще мне нужно покрасить волосы, мне нужно покрасить брови. Это то, что я уже очень давно хочу. Вот. Но для того, чтобы покрасить волосы, мне нужно пойти купить краску. Все-таки мне нравится Лондо 1281, а не 1289. И как следует вообще надо почистить прям вот всю длину и прям как следует вот с этим вот холодненьким цветом поиграть. Надо еще подумать, как это сделать лучше. Вот. Представляете, новая группа у нас. Уже была в садике с понедельника. И мы с понедельника вот уже и не ходим. Вот нас и не запомнят с первого дня в новой группе. Что это такое? Ну, я думаю, ничего страшного. Ладно. Все. В общем, сейчас немножко приведу себя в порядок. Буду строить планы на день. Вон бабушка играет с мальчиками. Это Дэнин брат в гостях у нас еще. Бабушка молодец. Кстати, очень классно, когда рядом находится кто-то близкий возраста чуть старше. Вот он и с Настей. А, брат двоюродный, кстати. Он и с Настей прям по-другому себя ведет, по-другому разговаривает. Как взрослый. И вот с братом тоже. Коннект у них хороший. Когда его братишка был чуть помладше, мы ездили в гости к ним. И Дэнька был помладше. Они, конечно, немного по-другому себя вели. Маленькие еще. Такие прям. Конфликтовали немного. А вот в этот раз вообще просто сразу как-то поладили, начали играть вместе. Вот что значит. Подросли пацаны и уже совсем другая пчуха. Любо-дорого посмотреть. А еще, как вы вчера поняли, у меня вчера было много гостей. Они не любят сниматься, поэтому я никого не снимала. Вот. Провели время так вчера хорошо. Но все устали. Так что мы вчера покушали. И разошлись спать. Такие дела. Приехала таки в торговый центр. С окраской для волос. Не могу уже смотреть на корни свои. Я вам говорила, да? Приехала. Надо все сделать сегодня. Еще надо Дэнке купить шортики и маечку. Сейчас посмотрю. Здесь Блория джинс рядом. Ой, девочки. Сейчас мучу что-то с красками. Взяла свою для корней. 12,81. По длине все-таки хочу что-то покрасить, чтобы оно сливалось. В прошлый раз, как вы помните, ничего не изменилось с моей длиной. Вот. Только корни были светлые. Сейчас я, короче, буду экспериментировать. Сейчас взяла на восьмом уровне. 8,81. Она прям вообще такая серая и темная. Ну, темнее моих волос. Хочу сейчас еще раз бавиться одной краской. Иду в другой магазин. Надеюсь, сейчас что мне здесь подскажет. Так, девочки, смотрите на раскладочку. Какие мои ходы. Вот этой краской я крашу корни. Одной из этих я красила, вы помните, в одном из прошлых видео. Она нифига не взяла мою длину. И у нас все равно остались холодные корни. Сейчас, может быть, профессионалы меня смотрят. И вы мне подскажете в комментариях еще раз, да, для особо одаренных, как я, в этом деле. Мне сейчас девушка сказала, что оранжевый значок значит, что она безаммиачная. Может, я ее и взяла. А безаммиачная, она же толком ничего не делает. Я на 3% красила. Не помню просто, какую из них я взяла. Может быть, я взяла вот эту. И тогда обидно, что она не покрасила. Короче, я сейчас хотела взять еще раз вот эту. И еще я взяла вот эту. 8-81. Получается, она идет потемнее. Но вот вторая идет, ну, как бы 81-81, да. Просто может ее не так сильно держать. Вот так мы будем с вами экспериментировать в следующем покрашивании. Вообще, я хотела взять еще вот эту краску и как-то их смешать. В общем, девочки, давайте идеи подсказывайте. Кто знает, кто профи. Что мне здесь надо смешать, чтобы взялось и надолго хватило. Хотя бы на пару недель. Ну что, мои хорошие, мы дома укладываем. Сейчас я с полдесятого. Ой, прикольный день. Сегодня такой классный. Денька сегодня с бабушкой целый день почти провел, пока я моталась туда-сюда. Вот. Погуляли два раза. Много прям гуляли. Развлекались. Вот. Ну, как бы температуры у Деньки нет, нормально. Только насморк вот. И горлышко красненькое. Ну, я знаю, что нам говорят врачи в этом случае делать, да. Ничего, нос только промывать и все. Никаких лекарств, никакого пшикания в горло. Никогда ничего не говорили такого дела. Так что я посмотрю. В садик уже написала. У нас новая же группа должна была быть. Я думаю, ладно, напишу, чтобы они имели нас в виду вообще. А то придем, скажут, вы кто такие. Вот. И что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Все. Укладываю, в общем-то. Денечку спать. А, со свекровью сейчас посидели. Поели бутербродики с рыбой. Чай попили вместе. И все. И спать. Денька вот играет в это сердечко, которое мы брали в моде. Прикольная штучка. Вообще всем нравится, кто к нам в гости приходит. Все сразу с ней играют. Дай покажу, какая штучка. Смотри. Молодец. Все сложил. Давай покажи. Вот так вот, смотри. Давай руку ложи вот так ручку. Вот такая штучка. Раз, руку ложим. И вот рука у нас тут. Класс, да? Она еще и тактильная. Моторика. Ну, тактильные штучки такие прикольные. Классно. В общем, мои хорошие, я не знаю, что мне там удалось наснимать для вас. Задача завтра вообще. Я вот почему голову сегодня не помыла? Потому что я очень хочу покрасить волосы. Очень хочу, чтобы у меня был красивый холодный цвет, который можно было бы легко поддерживать самостоятельно дома. Вот. И вот, наверное, это последний сейчас будет эксперимент у меня. Если будет все плохо опять, я, наверное, все-таки буду ходить к мастеру, краситься. Просто она мне делает красивый цвет. Просто самой дома не хочется заморачиваться. Порошком осветляющим. Потом тонировка. Это очень-очень долго. Я уж тогда бы отдала свою голову мастеру какому-то. И пусть бы она все время осветляла мне корни, тонировала. Осветляла, тонировала. Но зато будет тот цвет, который я хочу. Просто я до последнего еще надеюсь, что я сама выровню этот цвет. Либо я все-таки откажусь от холодного. Да? В пользу какого-то другого. Может, немножко блонд потемнее сделаю. Типа бежевый блонд какой-то. Да? Посмотрим. Короче, я тут еще экспериментатор. Что ждет меня, не знаю. Но в ближайшее время выйдет видео, где мы экспериментируем с теми красками, которые я купила. Я вам показывала уже. Ну и, конечно же, жду здесь под видео ваши советы. Это уже будет на следующую покраску, если что. Если вдруг что-то отдельное будет. Вот. Ну, без осветления, понимаете, да? Без осветления порошком. Именно одной краской что-то такое вот сделать. Хотя бы уже тысячу раз мне советовали всего, да? В принципе. Но я все не запомню. Мне все тяжело запомнить. Я выхватываю какие-то советы, которые мне кажутся, что... О, да, это работает. Я же вообще этой лондой крашу только потому, что одна из моих подписчиц сказала мне, возьми вот эту краску, и горе не будешь знать с желтыми корнями. Вот, пожалуйста. Я крашу этой краской действительно офигенные корни. Холодные. Но теперь у меня проблема с длиной. Надо мне как-то либо почистить, если сейчас не возьмется, либо действительно вот потемнее то, что я взяла, оно должно сработать. Надеюсь. Главное, чтобы не были корни светлее моей длины. Чтобы тоже как-то странно смотреться. Ладно. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Свекровь еще у нас остается в гостях. Так что она еще у нас, еще по гостей. Я надеюсь, как можно дольше. Все, мои хорошие последуются выпутки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!